здравствуйте сегодня хочу обсудить интернет угрозы что меня вдохновило на запись этого видеоролика дело в том что ко мне приходит регулярно интернет угроза от самых разных людей абсолютно большими пачками что меня там и побьют и ушатают и то сделают и это там в общем очень страшно очень страшно в основном в основном это пишут подростки какие-то то есть из каких-то фейков из каких-то нереальных страниц каких-то подростковых страниц приходят такие сообщения которым я особо не уделяю внимание просто добавляю черный список он резиновый поэтому все стерпит ну а недавно мне прислали видос видос старый но прислали мне его недавно значит есть такой персонаж чипедрис чипедрисов он же денчик значит и там он перед своей детской аудиторией рассказывает как там он меня бушатал справа с левой там и аудитория радуется лайки ставят комментарии денчик молодец денчик отличился перед детской аудиторией которая составляет основу его аудитории ну конечно же также мне прислали очень страшный видос где он избивает резиновую куклу я очень испугался очень страшно вот ну и в общем то это меня вдохновило снять этот материал также есть некоторые люди которые берут какие-то груши для битья клеят туда листочки там подписывают что-то и бьют это и там кидают и такие они вау такие они супер чуваки прям вот избили грушу нарисовали значит на нем что-то и как бы они представляют что они избили этого человека лайка в интернете море эти дурачки радуются ну в общем куда мир катится в общем непонятно но с этим это персонажами ладно они там выпендриться хотят перед публикой перед детской аудиторией получить побольше просмотров получить какую-то дульку денег за рекламу которая показывается на этих видосах то есть они готовы даже вставить друг другу как бы это сказать в общем совокупить друг друга чтобы просмотров было побольше если бы youtube это позволил то они бы наверное это сделали сделали бы конечно куда бы они делись вот но но к сожалению к сожалению среди этих дебилов встречаются взрослые люди вроде с виду смотришь вроде бы вполне адекватные вроде бы вменяемые и пишут такую же херню вроде бы как на полном серьезе вконтакте и вот одного такого персонажа мы сейчас с вами рассмотрим я долгое время не мог поверить что кто-то кроме подростков может писать какие-то интернет угрозы типа да я тебя там был шатал там туда-сюда но тем не менее такие люди есть значит что мы видим с вами вот человек по имени костя 78 года рождения 7 сентября почти как у меня у меня 7 декабря у него сентября вот видите вот здоровая русь украина беларусь здоровый образ жизни тут какие-то умные цитаты диванные войска образование вот вот образование даже есть у него какое-то юридическое ну юристы обычно отвечают за свои слова если что-то говорят то у них есть какие-то доказательства хотя бы хоть какие-то ну ладно значит что он мне пишет пишет мне вот что ты чепушила тупорила говоришь о вещах которых даже представление имеешь он бы мне расшиб это самое и назвал меня вот таким вот словом ну с этим то ладно вот с этим бы это спорный момент то что он там расшиб не расшиб это можно только понять проведя какие-то практические испытания но вот с этим я категорически не согласен потому что ну как минимум потому что у меня есть дочь и жена вот ну не согласен я с этим вот если бы это был вменяемый человек возможно у него были бы какие-то доказательства тем более что у него и юридическое образование ну как видим сейчас модно нести ахинею не только среди подростков но и среди взрослых людей даже семьдесят восьмого года рождения и я ему отвечаю приезжаешь у тебя будет возможность сказать это лично и вместо того чтобы спросить куда где и как как серьезный там он все смотрите какой серьезный он серьезный какой он дальше пишет мне оскорбительные вещи то есть дело в том что раньше как я реагировал на так коротко сообщение я пытался вывести человека на конструктивную беседу задавал ему вопрос что мне нравится с чем он не согласен давайте обсудим конечно же по факту это не приводило никаким результатом потому что если человек настроен меня оскорбить он с чем-то не согласен а ему скорее всего не нравится что ну как правило такую херню мне пишут люди которые долгое время сидят на стероидах а я об этом высказываюсь вот и у них прям вот бомбит вот ненависть ко мне вот ну зашкаливает поэтому как бы в интернете они пишут такую херню ну и конструктивные беседы я пробовал вести но по факту я трачу на это кучу времени и в итоге все равно ну не доходит человеку пошел деревянный и я его добавляю в черный список поэтому в общем то в этот раз я не стал вести с ним конструктивную беседу потому что понятно зачем он мне пишет и вместо того чтобы спросить куда где и как он пишет вот и живность и значит тоже пишет какую-то херню я его пишу тогда сообщи свои координаты буду проезжать мимо приглашу на беседу на беседу спросить чтобы там он не расшиб и заодно отсудить какие-то конструктивные вещи в чем он со мной не согласен что ему не нравится там по каким-то может быть тренировочно-питательным моментом вот но вот 15 августа вот смотрите как давно уже это было сегодня уже сентябрь уже 20 20 какое-то 23 сентября сегодня уже он был вот сегодня в сети перед этим я уверен был много раз в сети но почему-то не отвечает удивительно но такие люди есть такие люди есть я кстати с некоторыми даже встречался лично мне было интересно что же будет и знаете что ничего потому что в интернете человек герой а встречаешь его лично ну обычный вроде бы человек как человек ну начинаешь ему говорить а он вроде бы как даже не помнит о чем речь такого не было да это был не я ну не знаю ну может быть что-то там ну извините там ну или просто морозить съезжая с какой-то темой я спешу там ну короче говоря ни к чему это не приводит хотя инициатива как правило ну не как правило всегда исходит от них потому что я никому такой херни не пишу не пишу потому что я всегда отвечаю за каждое свое слово и если я что-то говорю то я это делаю наверное кто-то скажет и он скажет обязательно когда увидит это видео скажет что это не его страница это какой-то фейк и перед тем как снять это видео я несколько раз проверил и убедился что это не фейк а у меня глаз в общем-то наметан на контактовских фейках потому что я все-таки не один год сижу в контакте так вот значит как ну заодно подучу вас как проверить фейк или не фейк значит открываем фотографии и листаем значит видим 8 июня 5.43 дальше 23 мая 9.52 видите я даже ему лайк поставил это я подтягивается человек чего бы лайк ему не поставить даже несмотря на его угрозу вот ставлю ему лайк потому что молодец здесь на этой даже в хорошем смысле слова молодец без каких-то там намеков значит дальше идем идем дальше 23 мая так 9.52 ну видимо две фотки сразу загрузил 2014 год фейки обычно выкладывают фотографии в одно время в один день ну может быть в два дня но с таким большим разрывом в два года фейки никто не делает ну и разные разные картиночки загружены в разное время дальше что нам нужно еще сделать нужно открыть оригинальные фотки потому что если фотки не оригинальные где-то стыреные в интернете другие страницы как правило маленькие и видно что они пережеваны браузерами такие потертые вот как видим фотка ну у меня глаз наметан на фейках я часто их проверяю потому что разные люди добавляются в друзья пишут разную хрень и не только поэтому ну по моему мнению не фейк фотка настоящая видно что она достаточно крупная и не не пожевана браузерами вот тоже видите большая фотография то есть это говорит о том что скорее всего фотография была загружена непосредственно из телефона там с фотоаппарата на что там делали вот смотрите тоже большая фотография то есть фотки загружены в разное время и скорее всего оригинальные конечно же можно сделать фейк ну такой же но это нужно очень долго его готовить и таким по факту никто не занимается так еще какой момент значит друзья друзей у него мало кто-то с вас скажет но как бы человек взрослый видно да поэтому у таких людей как правило немного друзей в контакте заходят они туда нечасто фоток у них немного ну в принципе то что мы видим то есть значит что мы тут видим у него какое-то там МВДшное образование возможно где-то там служил в каких-то МВДшных подразделениях частях и что мы видим тут видим тут каких-то то ли коллег то ли сослуживцев то ли то ли что ли кого-то из этой отрасли людей в комфляже вот качонок какой-то есть и смотрите какой момент вот его фамилия Костя Половинкин вот Дарья Половинкина мы видели какую-то девочку на фотографиях скорее всего это его дочь и мама у него даже из друзья вот то есть скорее всего то есть 99,9 что это реальный человек абсолютно я не мог поверить что есть люди которые пишут такую ахинею я могу понять если это делают какие-то дети но взрослый человек писать такую хрень непонятно мне это непонятно непонятно я бы например ему ну я таким людям никогда не пишу ничего оскорбительного хотя вот смотрите вот ну вот достаточно тупая сливная морда но 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 то есть я на такие лица абсолютно нормально я понимаю что не у всех людей презентабельные лица но то есть это же не повод человека оскорблять правильно то вот зачем это говорить и что я хочу еще добавить значит для таких вот страшных опасных людей потому что в некоторых пабликах стероидных даже складывается такое мнение что я прям боюсь всех ну страшно мне вот такие они там страшные демотиваторы обо мне строчишь то прям вот ну ну очень страшно так вот для разных интернет дурачков и взрослых взрослых маленьким это не касается потому что на угрозы маленьких я отвечать не буду значит для взрослых интернет дурачков я предлагаю следующее конструктивное предложение значит если вы хотите что-то мне сделать там ушатать ушепти там расшибить что-то мне вот пишите хочу сделать то и то окей но перед тем как написать следующее сделайте следующее действие значит берите свой паспорт открываете открываете на той странице где изображена ваша мордочка фамилиями отчества прикладываете ее к своей мордочке и делаете видео и там говорите я хочу там сделать делаете пару кадров фоткаете вот ну так чтобы было видно что это ваш паспорт и ваша мордочка дальше отдельно прилагаете скан страницы первой страницы с фамилиями отчества и фотографии и отдельно скан там где у вас изображена прописка присылаете все мне это говорите что вы хотите мне что-то сделать и я вам даю координаты мест где я часто появляюсь и в общем то вы можете прийти и что-то сделать что-то сделать но тогда будьте готовы принять все последствия которые могут при этом случиться вот ну и такие люди понятное дело что в обществе они ну достаточно адекватно себя ведут хотя возможно не всегда но в интернете как бы складывается такое впечатление что если такой большой у тебя там 100-120 килограмм там то все кто меньше тебя это типа такие дрищи которым ты там наваляешь навешаешь ну во первых во первых это очень спорный момент во вторых ну нельзя так делать неприлично это я понимаю что если бы это сделал какой-то подросток объевшийся стероидов ну это еще можно понять но если это дело взрослый человек то это как-то тупо непонятно поэтому что я хочу сказать дружите с головой не делайте поступков за которые вам будет потом стыдно потому что даже если никто этого не увидел даже если никто об этомansм не знает то об этом знаете вы вы смотрите на тебя в зеркало и вы помните абсолютно все поступки которые вы сделали вы это помните ваше подсознание это видела и вы знаете что вы дерьмо на лопате если есть какие-то гнилые поступки за вами которые вы не исправили даже если об этом никто не знает это знаете вы И в итоге вам неприятно смотреть на себя в зеркало, у вас сон как-то не очень складывается. Ну и в общем психологические расстройства могут быть и вам не так хорошо и приятно на душе, как могло бы быть. Поэтому если вам хочется кого-то побить, кого-то ушатать, обычно хочется такое сделать, если у вас что-то не складывается в семье, не складывается на работе с вашими планами, хочется на ком-то сорваться. И конечно же на ком-то, зайти в интернет, найти там кого-то и сорваться на ком-то. Хочется конечно же, соблазн. Тем более век такой безнаказанности, я бы так сказал, очень соблазн большой такой. Так вот, если у вас возникает такое желание что-то как-то самоутвердиться, берете, идете на турник, идете в тренажерный зал, поприседали, поподтягивались, пожали лежа, вы плеснули всю дурь в физические упражнения и вам на душе хорошо, спокойно, приятно, вы чувствуете себя отлично. Вообще шикарный способ. Но если это не помогло, если не помогло, то есть инструкция, что нужно делать, как можно мне расшепти лицо. Вот, поэтому, что я хочу сказать. Если вы не готовы сделать то, что пишете, то может быть это не стоит писать в интернете. Ну а если написали и сказали, то будьте готовы это сделать. Ну и в любом случае, зачем писать и угрожать вот такую вот хрень, мне непонятно. Кому вот этого станет лучше, мне непонятно. Потому что как минимум этот гражданин, ну, он бы рискнул бы своим здоровьем однозначно. Рискнул бы однозначно, если бы он действительно попробовал бы сделать то, о чем написал. Ну, конечно же, не сделал бы, потому что я уже встречался с такими людьми и, в принципе, дальше какой-то полунеприятной мирной беседы не заходило по факту. Поэтому на сегодня все. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok